Есть у меня одна знакомая, у которой было два парня, и все они были ее братьями. О, мама дорогая. Спасвяты такие. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я из Самарского государственного института культуры. Я учусь на четвертом курсе на специальности культурология, кафедра теории истории и культуры. Ну, я, так как представитель такой не самой творческой специальности, я больше занимаюсь непосредственно учебой, наукой и общественной деятельностью у нас в институте. Сложно ли было поступить? Поступить? Ну, у меня не было творческого экзамена, я просто поступала по ЕГЭ. И я не знаю, как это будет связано с моим вузом, но просто я поступила в ГИК нечаянно. Я очень грезила мечтой поступить на ИСТФАК в ПЕД, а потом мне такие... Я пришла, я говорю, вот у меня столько баллов, они такие, отлично, мы вас возьмем, все дела. А потом такие, у вас баллов мало. Я просто вспомню, что у меня знакомая поступила в СГИК, она сдавала те же самые предметы. По последнему вузу, куда я полагала документы, уже пять было, вот это был пятый, я где-то в конце июля прям принесла документы и забыла благополучно. Они мне первого числа дают приносить оригинал, я такая, бюджет, бюджет, все. Итак, я поступила в СГИК. За что ты любишь свой университет? СГИК — это маленькая семья. Потому что по сравнению с вашим вузом, я не знаю, у вас, по-моему, там больше 15 тысяч студентов во всем вузе, там есть на очки, у нас 700 тысяч человек, 700 человек на очки. 700 человек — это меньше, чем школа общеобразовательная. Каждый друг друга знает. Также кафедра — это тоже маленькая семья, потому что у нас есть, там, этнография, все дела, и мы на каждом празднике, какой-нибудь Масленд, Новый год, мы все, все кафедры с преподавателями садимся, все приносят там чайки, эти плюшки, мы просто семейно живем, любим друг друга. Какую пару ты бы ни за что не прогуляла? С деканом. Ну, вообще, на самом деле, я ни одну пару не прогуливала никогда. Только, типа, если прям вот вообще душный, душный преподаватель, я пыталась отпроситься, я отпрашивалась, а так, что, типа, я просто сегодня не пойду на эту пару, у меня такого не было. Мы хитрим, то есть не так, что просто тупо не прийти, у нас такого, мы... Ну, я не помню такого момента. У меня не было, я не могу вспомнить сейчас такого момента, когда я просто так не шла на пару, я такая звоню, а давайте принесем, может быть. Вот я завтра одна приду, может быть, мы принесем. Я пыталась, ну, типа, с преподаватом договориться, а просто так прогуливать я не прогулю. Если бы все универы были супергероями, то каким супергероем был бы твой универ? Какая-то дама, которая темная лошадка, как Рената Литвинова, типа, знаете, она такая вроде... Такая воздушная, при этом, когда что-то на дом такая, сейчас все сделаю. Как бы как женщина такая, которая вроде маленькая, тихая, но все может. Что тебя бесит в универе? То, что люди пришли туда именно учиться, и мало людей задействованы в общественных каких-то историях. То есть у нас студенческий совет состоит из 15 человек, в волонтерском корпусе у нас там, ну, типа, 50 научаствуют, 30, и то не все. Ну, потому что очень много у нас людей взрослых, та же вся консерватория, там почти всем, ну, типа, в районе 20-30 лет, почти все взрослые. Им как бы не до студенческого совета, соответственно. Как не слететь со степухи? Я не знаю, что нужно делать с ГИКи, чтобы слететь со степухи, потому что все преподаватели очень лояльно относятся ко всему. И почти все, кто слетал, коих мало, они слетали из иностранных языков, потому что все почему-то думают, что, ох, немецкий, изи, не буду ходить, а потом такие, ой, я ничего не знаю, и все. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Нет, только на первом этаже. Не знаю почему. Иногда оно бывает, но, типа, оно кончилось, все-таки, типа, ну, кончилось, кончилось, не будем добавлять. Мы хотели соцсоветом, чисто девчачьим моментом, как в ресторанах есть корзинку поставить, там, всякие женские принадлежности, все вот это вот, дейзик там, че-как, поставь, чтобы оно было. И мы такие думаем, как быстро это украдет. Ну, как бы, не доверяем своим студентам, но есть заочники, типа, которые приезжают, взрослые женщины, которые такие, о, халяв. Мы пока не сделали это, и ты в ближайшее время произведем свое желание. Что самое вкусное в столовой? Ой, знаете, это типа, как домашние бургеры, они разрежают эту булку, они даже не до конца его разрезают, там, вот, просто куриное филешку кладут, китченес. И этот, не айсберг, а просто капусту кладут, короче. Но это так вкусно, блин, а там еще стали два соленых огурчика вот так лежат. Оно стоит 55 рублей, но ты вот съешь, и ты просто хочешь умреть в отобности. Реально такой, о, четыре пары прошло, сейчас поеду домой и покушаю, и все. И компотик, 10 рублей. Приезжай, ходи, пей. За что могут отчислить? За все четыре года, что я учусь отчислять только за огромное количество пропусков. То есть, и даже стараются не отчислять. То есть, они прямо, ну, давайте, вы типа, ну, как-нибудь. Потому что вот тоже со мной на курсе училась девочка, до сих пор учится, она турсию еще не до конца закрыла, то есть, летнюю. Не до конца, там, у нее пару предметов осталось, зимнюю вообще не сдавала. И говорят, ну, мы ей типа поставим, тройки мы ей поставим, чтобы доучилась она, потому что, ну, полгода осталось. Да она, да пусть, да учится, хотя бы у нее диплом будет. Ну, как бы, стаясь, преподаватели прямо сами звонят. Ну, я тебе тройку поставлю. То есть, они стараются не отчислять никого. Как попасть в общагу после отбоя? Я сама из Самары, но живу довольно далеко. И, например, у меня подруга живет в общаге. Она пишет коменданту заявление, мы просто посвяты такие, здравствуйте. Все, пришли в три часа ночи, и она спокойно пускает, потому что все знают, что посвят. И, как бы, никто нас и не ждал до 11, понимаешь? Ну, например, я живу в общаге, например, приехала моя сестра. Ты говоришь, ну, это моя сестра, ей, типа, надо остаться завтра, сегодня. Комендант такой, ну, окей, напиши заявление, докажи, что она твоя сестра, она, типа, фамилия, там, отчество, все дела, как бы, левая девушка. Но есть у меня одна знакомая, у которой было два парня, и все они были ее братьями. Блиц. Почему ваш универ не участвует в студвесне? Есть, короче, легенда, что когда-то наш вуз участвовал в студвесне. И там первое место заняла девочка, которая из нашего вуза, но она училась на менеджменте и такие говорят, а, она из профильного вуза, почему, типа, она участвует? И, как бы, ну, она на менеджменте, типа, она, ну, не поет. И из-за этих, вот, как бы, как я понимаю, скандалов, все дела, мы перестали участвовать. Но вот на медне была студвесна, ну, как бы, а, нет, студдебют был. В студвесне мы поучаствовали, и это прикольно, может быть, в студвесне еще поучаствуем. Потому что есть реально непрофильные специальности. Например, если бы я пела, я бы поучаствовала. У вас учатся только театралы? В какой смысле? Нет, нет. Я тоже учусь. У вас все культурные? Знаешь, как культуролог, я тебе могу сказать, что у слова культура есть более 500 определений. И существует такое словосочетание, как культура потребления, культура того-то, культура мата. Так что можно каждый момент в своей жизни можно объяснить, как просто некий феномен жизненный и культурный. А если в плане, типа, этикет, все вот это мимимуму, оно как бы существует, конечно, но если ты идешь в общагу или в курилку, о, мама дорогая. Как понять современное искусство? Я могу сказать так. Каждое искусство в тот момент времени было современным. Через 100 лет я буду говорить, о, это новое, новое, что-то прекрасное. Это не новое, но оно прекрасное. Современное искусство бывает разным. Еще вот хочу дополнить. И поэтому одно можно понять, другое можно не понять. Можно не понимать Малевича, хотя это уже не современное искусство. А также можно не понимать Леонарда Дамичева, почему он ей брови не нарисовал. Можно вообще обо всем... Долго про это можно говорить. Сколько у тебя стипендия? 7500. У меня повышенная стипендия. То есть я активист, у меня повышенная стипендия 7500. Кем ты будешь после окончания? Счастливый человек. У меня, типа, он будет написано «Специальность теории истории культуры». То есть я культуролог. Это как бы не профессия, это, типа, ну, я ученый, типа. Но я надеюсь поработать в музее в одном, Самарском. Сколько будешь зарабатывать? Если пойду работать по специальности, будет добавка к молодому специалисту. Ну, я думаю, в районе 30-25. То есть я, знаете, могу сказать то, что вот, говорят, в культуре там мало зарабатывают, учителя мало зарабатывают. Блин, ну сколько работаешь, столько зарабатываешь. Совет для студентов. Я бы сказала то, что нужно уважать преподавателя, каким бы он странный вам ни показался. Я знаю ребят, которые говорят, «Ой, я не хочу к нему ходить, он такой странный, он меня бесит, он, типа...» Ну, знаете, у меня есть преподаватель, который может полтора часа рассказать про диктатуру потолка. Но я понимаю, почему этот человек такой, потому что он доктор наук, и, типа, я уважаю его, и не всех преподавателей, которые у меня были, я уважаю как людей, поэтому я хожу на их пары как минимум, потому что когда ты приходишь в аудиторию, у тебя половина студентов нет, им грустно, понятно. Слушайте старшиков, но при этом не наступайте на их грабли. Они вам говорят, «Вот, знаешь, я не ходил, типа, на пары, мне по остальному все просто так». «Ему повезло, ты-то ходи на пары, ходите на пары, всегда, старайтесь ходить на пары». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова